Дожди, которые накрыли регион накануне, снова стали настоящим испытанием для Твери. Опять со всех концов города поступали фото и видео, снятые жителями о залитых улицах и площадях. Во многих районах даже на следующий день оставались места, где машины скорее не проезжали, а проплывали. Ещё не так давно обитатели окрестных домов искренне радовались смычке улиц 2 Красина и Луначарского. Новому асфальту, который был наконец-то уложен после многолетних жалоб. Однако, как это нередко бывает в Твери, потоком воды после сильного дождя оказалось некуда уходить. Почему дорога вроде хорошая сделала, а здесь слив нельзя сделать? Я вот не понимаю в этом. Скажите, это вот первый раз после дождя здесь так залило или после каждых дождей? Да постоянно. Если дождь хорошая, то она всегда заливает это. В итоге это море разливанное с осторожностью преодолевают даже тяжёлые грузовики и внедорожники. Обычные легковушки от греха подальше стараются сбавить ход. Не говоря уж о пешеходах, которых здесь почти и нет. Так как волны от проезжающего транспорта практически полностью захлёстывают тротуар из новенькой брусчатки. И самое главное, здесь есть прекрасное место, куда может уходить вода. Вон та ложбина, она как раз заболочена. И всего-то надо было после окончания строительных работ, чтобы экскаватор прорыл канал вот от этого перекрёстка, вот как раз здесь и вплоть до этой ложбины, чтобы вода туда и уходила. Однако почему-то это не было сделано. То ли из-за лени, то ли из-за равнодушия и подрядчика, и администрации. Конечно, власти могут возразить. Улица, дескать, ещё не введена в эксплуатацию. О чём свидетельствует вот этот указатель. Но почему тогда здесь открыто движение транспорта и пешеходов? И чего ждут подрядчики, чтобы завершить работы? Осень уже перевалила из-за экватор. И неизвестно, вернутся ли погожие денёчки комфортные для дорожного строительства. Зато дожди в нашей полосе могут идти хоть до Нового года. А значит, и это рукотворное озеро рискует тут остаться надолго.